всем привет сегодня я вам расскажу как я пересел на другой велик на шоссер и дело совсем не в том что мне что-то захотелось нового и там неизведанного а вот сегодня я вам расскажу эту историю катаемся теперь мы вот по такой штуке пушка бомба легкий быстрый красивый вот начало истории идет из самой глубины дупы можно посмотреть пару в ролике когда я обустраивал свой бронтон вот соответственно на бронтоне стоит альфина альфина широкая под широкую короче планетарку нужен широкий треугольник с расстоянием соответствующим между дропаутами 135 бронтон такой треугольник не выпускал соответственно долго упорно поиски розыски пытания страдания и прочее появился у меня треугольник откуда а треугольник у меня появился путем покупки его у фирмы восток байк бурную деятельность по продвижению который а также организации изготовления проектированию и прочему вел сергей вот вот сам он из москвы но вы не живет где-то в израиле его командой был разработан этот треугольник и его изготовление было размещено в одной из известных московских фирм который много лет работает с титанами велосипедами и компонентами из титана для оных треугольник получился легким прочным и функциональным я купил его из первой партии и в его ожидании начал скупать компоненты для обустройства shimano alfino d2 по времени у меня пришло все примерно одинаково и компонент cb и треугольник с москвы ну что пришло и гуд собрал катался не знал границ счастью нареканий никаких отдельно ездил на производство где мне там варили баночки для крепления насоса причем сделали все в течение дня я больше ждал пока мастер изготовит оснастку для того чтобы на вогнутой поверхности вот на этой банке были соосны друг другу прошу это запомнить и этом важно и вот я варшаве миллион раз порадовался что взяли с собой велосипеды ибо без них тут вообще никуда катались по делам на прогулке снимать для вас контент планировали миллион поездок на будущее радовались жизнью пока несколько дней назад не случилось это мы подъехали перекрестку и стали ждать зеленый свет дождавшись и пропустив машины мы устремились на другую сторону дороги на полпути я услышал два отчетливых смачных хруста и задняя часть велосипеда начала проседать тем временем для машин на поперечном светофоре загорелся зеленый свет благодаря тому что местные водители смотрят на дорогу они поняли что что-то тут не так и не стартанули с места я тем временем соскочил с велосипеда и пешком преодолел оставшуюся проезжую часть оказавшись на тротуаре я начал выяснять причины этого явления осмотрев треугольник я увидел следующую картину а вертикальные стойки которые должны находиться вот здесь надломившись ушли вниз то есть задней части велосипеда а также вот эта пластинка туда упирается демпфер и грибок держателя подсидельного штыря тоже сломался в поперечной оси ладно более детально разбираться времени не было так как мы очень спешили поэтому вызвали такси и погрузив нее сложные велосипеды отправились по месту уже по прибытии домой я начал выяснять причину этого пиздеца точнее как выяснять вижу понятно что на таком треугольнике ездить нельзя какой выход найти в чужой стороне людей которые работают с титаном и при этом разбирается в специфике строения велосипеда маловероятно поэтому позвонил сергею из бронтон лап москва и рассказал о происшедшем сергей сам катается на бронтоне и трепетно относится к владельцам аналогичных велосипедов ну естественным его ответом было снимай и присылай сделаем все возможное чтобы ты не остался без колес с утра начались движения по разборке сверление бушинга демонтажу гидролинии тормоза уху но треугольник как вы видите снял начал досконально изучать поломки и выудив из памяти знания сопромата и теоретической механики был поражен до глубины души увидел я следующую картину вертикальные стойки не были приварены к верхним и держались малой частью ну так как они они круглые то есть сами понимаете прилегали они не всей поверхностью вот и держались малой частью на вот этой пластине двух миллиметровый измерял двух миллиметровый не вдаваясь в глубины названных мной дисциплин упрощу объяснение треугольник он для того и треугольник чтобы надежно держать массу и нагрузку масса не маленькая ближе к фиксированной на раме части масса человека то бишь меня на незакрепленной части масса планетарной втулки а весит она там больше килограмма добавьте сюда постоянные динамические нагрузки во время движения продольные вертикальные хрен еще знает какие я уже все их позабыл но не нужно быть академиком чтобы понять что стойки просто висят в воздухе слегка закрепленные на тонкой пластине которая подвергается постоянному воздействию демпфера который в свою очередь лупит по этой пластине на каждой маломальской неровности на дороге то есть на этой пластине накапливается усталость материала если кто-то не знает про усталость металлов проведите простой эксперимент возьмите канцелярскую скрепку и начните ее сгибать и разгибать в какой-то момент вы получите две по пол скрепки вместе сгиба ровно это я и получил тонюсенькая опорная пластина сломалась пополам по продольной оси и ничем больше не удерживаем вертикальные стойки начали заламываться назад а про треугольник конструктивно треугольник вы встречаете повсеместно подъемные краны мосты силовой конструкции зданий можете представить себе аналогичную ошибку если сделают производитель названных конструкций жертв куча под песок говно сахар все вперемешку ну а я вместо этого просто заимел гемор в виде разборки велосипеда и пересылки сломанной части в другую страну соответственно после получения установленного треугольника мне предстоит это все проделать в обратном порядке найти мастера специализированным инструментом фрезой так называемый для выравнивания бушингов в узле крепления треугольников купить новый комплект для крепления треугольников к раме купить новую гидролинию тормозов и протянуть ее протянуть электрику к задним фонарям установить на место систему ну и прочие там веселости для приведения велосипеда в рабочее состояние вот только я не пойму кого благодарить за любезно подкинутый квест проектировщика или производителя с проектировщику взять нечего вот-вот как говорят кинул производитель на деньги ишхирица где сейчас своем израиле на сообщение отвечает сайт недоступен но естественно производитель помните выше я говорил что чтобы сделать мне просто банки мастер делал специально индивидуальную оснастку для этого вот я никогда не поверю чтобы люди имеющие такой большой опыт работы с титаном и велосипедами допустили такой нечаянный косяк в работе либо мне попался самый первый недоработанный образец который даже не из продажной партии либо даже не хочется об этом думать что эта поломка относится к так называемым запланированным это те из-за которых приходится покупать новую стиральную машиночку новую лампочку ну и прочее новое 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 так что владельцы этих треугольников обратите внимание на эту детальку и напишите в комментариях что вы там обнаружили также прошу написать тех кто имеет мнение о том кто все-таки ответственным за эту поломку продавец или производитель и так я в итоге поменял городской велик на дикий шоссер треугольник уходит завтра в россию и я надеюсь на порядочное решение вопросов по его ремонту от вас жду комментариев и рассекаю на шоссере про который расскажу вам чуть-чуть попозже засел все спасибо за просмотр ну и всем пока а